Ольга Ванеева Публичные слушания о надежности схемы теплоснабжения Каннска вызвали небывалый интерес со стороны собственников жилья. Всех желающих принять участие в обсуждении не смог вместить в зало заседания администрации города. Особое доверие у них естественно к нашим районным газетам и к нашим местным телекомпаниям. Доверие-то надо было заслужить и вы его заслужили. Журналисты подвели итоги уходящего года. В Краевом центре состоялась встреча членов Ассоциации телевещателей и телепроизводителей Красноярского края Енисей ТВ. На выставке представлены такие виды как живопись и графика, то есть маслом на холсте выполненные работы и различные другие техники. В выставочном зале начала работу художественная выставка «Осень-2016». Экспозиция собрала работы как опытных, так и начинающих каннских мастеров кисти. Начнем выпуск с информации о происшествии. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают причины ДТП, в результате которого пострадал 14-летний пешеход. Все случилось накануне днем на улице Московской. При выезде на место ДТП автоинспекторы установили, что 53-летний водитель легкового автомобиля «Тойота», двигаясь по улице Московской в районе дома номер 111, допустил наезд на 14-летнего подростка, который перебегал дорогу слева направо вне пешеходного перехода. Выбежал на проезжую часть из-за стоявшего на остановке и ограничивающего обзорность автобуса, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. В результате наезда школьник получил травму в виде ушиба правой голени. Пострадавшему была оказана разовая медицинская помощь. Добавим, что с начала этого года зарегистрировано 20 ДТП с детьми, в которых двое детей погибли и 22 ребенка были ранены. Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем водителям и пешеходам с просьбой быть более внимательными и соблюдать все требования правил дорожного движения. И, конечно же, госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой быть более внимательными к своими детьми и смотреть за тем, чтобы они соблюдали требования правил дорожного движения. К другим темам. Публичные слушания о надежности схемы теплоснабжения Каннска вызвали небывалый интерес со стороны собственников жилья. Остров стал вопрос о качестве услуг, которые поставляет теплоснабжающая организация, известная жителям Каннска как ТСБХЗ. Именно он, а не заявленная тема надежности схемы в целом, вызвал самые бурные обсуждения. Всех желающих принять участие в обсуждении не смог вместить в зал заседания администрации города. Те же, кому удалось занять место не в коридоре, были практически единодушны. Большинство не устраивает и качество, и стоимость услуг ТСБХЗ. Присутствующие в ответе в коридоре ставят вопрос, что мы решали вопрос, подсоединить нас в городу. Все, 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 все. Непосредственно, так сказать, символическая грязная вода в надежности теплоисточника не имеет отношения прямого. Однако жители за рельсовой части города свои вопросы к качеству горячей воды частными и не имеющими отношения к надежности схемы теплоснабжения не считают. Они даже принесли жидкость, набранную из крана подачи горячей воды с собой, для наглядности. Живем мы за рельсовой стороной, Комсомольская, 36,1, наш дом. Вот такая у нас вода на сегодняшнее утро, с крана горячей воды. На самом деле это не с батареи, это горячая вода. Это ж не дело. Это ж мы платим тогда за отопление, бешеные деньги платим за эту грязную воду, мы платим за коллизационные стоки. Мы платим, вот я плачу, например, за отопление 3,5 тысячи плюс горячая вода. А почему? Правобережье платит 200 с чем-то рублей за лубик, а калорию там или как мы, не это. А мы, Левобережье, где одни пенсионеры живут, мало там рабочего, как говорится, класса. Мы платим в 2-3 раза больше. Озвучивая вопросы к качеству услуги, предоставляемой ТЭЦ БХЗ и ее стоимости, собравшись, отребовали от городской власти пересмотр схемы теплоснабжения и ее доработки. Тем более, что присутствующий наслушанник директор ТЭЦ заверил, резервной мощности предприятия хватит на то, чтобы отапливать несколько таких районов, как гидролизм. Вы сами видите, что происходит с ТЭЦ. Во-первых, сегодня проявила прокуратура, нет лицензии вообще работы на ТЭЦ. Вы понимаете, лицензии нет. И проведение этих, то есть все те регламенты, которые должны быть проведены, их нет. Аварийная ситуация может быть в любой момент. Вопрос очень серьезный. Вы понимаете, что может произойти, что вы вообще останетесь, может быть, там без тепла. Потому мы внесли это предложение, чтобы внести план. И уже, может быть, мы готовы сегодня, я вот разговаривал со своим руководством, 18-19 год, в принципе, можно подключить именно район БХЗ к Каннской ТЭЦ. Прийти к какому-либо единому мнению власти города и участники публичных слушаний с утра так и не смогли. Было принято решение продолжить ФГДК в 15 часов. Тему продолжим уже завтра в выпуске новостей. Евгений Гамзюков, Ольга Величко, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Краевой бюджет принят в первом чтении. У предпринимателей региона появился новый представитель в правительстве. А бывшему декану аграрного университета припомнили конфликт с журналистами и не пустили его в новый состав избирательной комиссии. На сессии законодательного собрания Красноярского края, которое состоялось накануне, народные избранники рассмотрели более 60 вопросов. На этой сессии депутаты приняли ряд важных кадровых решений. Самое заметное из них – согласование на пост министра экономического развития Михаила Васильева, который до этого сам был депутатом законодательного собрания и долгое время возглавлял союз промышленников и предпринимателей края. Я воспринимаю это как серьезное поручение поработать над экономическим развитием Красноярского края в качестве одного из руководителей. Министерств, определяющих это развитие. Будет ли новый министр курировать предпринимателей в аграрном секторе? Сменится ли команда Минэка? Вопросов, которые посыпались в адрес претендента, оказалось так много, что депутатам даже пришлось голосовать за прекращение затянувшегося интервью. Михаил Васильев пообещал встретиться с народными избранниками отдельно. Скажу, что есть достаточно большой опыт. Мы надеемся, что свой опыт будут использовать благо края. Конечно, пока работа на дальнейшем. Мы все-таки думаем, что это правильное направление. Решение согласовать нового министра было принято единогласно. А вот с назначением членов региональной избирательной комиссии с правом решающего голоса случился конфуз. Бывшему декану юридического факультета аграрного университета Сергею Навальному припомнили старые грехи и не поддержали его кандидатуру. Известен тем, что любят судиться с журналистами. В опытной своей деятельности в представительском аграрном университете порядка, наверное, 20 заявлений в СОПО, что било на него от его коллег, которые в том числе были недовольны его деятельностью. Главный вопрос повестки состоявшейся сессии ЗАГСобрания рассмотрения проекта закона о краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Как сообщил министр финансов края Владимир Бахарь, с учетом изменения общих параметров бюджета, расходы планируются в размере 204 миллиарда, а доходы – 191 миллиард. Дефицит составит около 13 миллиардов рублей. Надо все-таки более реально подходить к вещам и стараться оптимальные доходы планировать. Кроме того, я уже сказал, Федерация озвучила несколько новаций по поводу изменения налогового законодательства, но в том числе 1% прибыли уйдет в федеральный бюджет из субъектов, да, вы знаете. Значит, ставки по нефтепродуктам сегодня внесен в проект закона, где норматив отчисления в субъекты уменьшается с 88% до 61%. Здесь у нас есть риски по получению акцизов на основные нефтепродукты и ряд других поправок, которые не в нашу пользу будут работать. По предварительным расчетам, изменения в налоговом законодательстве привлекут потерю от 3 до 4 миллиардов рублей из казны региона. Поэтому об индексации зарплат бюджетников говорить пока не приходится. Что касается ранее объявленных социальных гарантий для населения и, например, строительства более 20 школ, в том числе и в Канске, то эти мероприятия будут профинансированы в запланированных объемах. На новое здание 21-й школы будет выделено более 400 миллионов рублей. Возвести объект поручено за один строительный сезон. Депутаты приняли бюджет в первом чтении большинством голосов. Частные проблемы края, такие как долг губернским аптекам, в сумме 300 миллионов рублей, решено рассмотреть отдельно. Ольга Ванеева, Михаил Калатушкин, телекомпания «Канск», 5 канал. Небольшие телекомпании, работающие на территории региона, помогают решать важные государственные задачи. Эта мысль стала ключевой на встрече членов Ассоциации телевещателей и телепроизводителей Красноярского края Енисей ТВ, прошедшей в столице региона. На ней журналисты подвели итоги уходящего года, а также получили награды из рук представителей власти. В числе отличившихся наша редакция. Подробности сообщит Наталья Никонова. Два раза в год телевизионщики края собираются вместе, чтобы обсудить успехи и проблемы. На очередной встрече члены Ассоциации Енисей ТВ отметили. Достижений в 2016-м было немало. Секрет успеха – внимание не к проблемам мирового масштаба, а к тому, что волнует жителей небольших городов и сел. Люди смотрят центральные средства массовой информации, да, они читают центральную прессу, но ни для кого не секрет, а для нас-то с вами тем более, что особое доверие у них, естественно, к нашим районным газетам и к нашим местным телекомпаниям. Доверие-то надо было заслужить, и вы его заслужили. Представители краевой власти подчеркнули. Именно местные СМИ убедили граждан, что в сентябре нужно было прийти на выборы, стать активным участником политического процесса. За эффективную работу в этом направлении коллективу телекомпании «Канц-5 канал» вручили почетную грамоту. Еще две награды – за взаимодействие с правоохранительными органами и участие в межнациональном проекте «Вкус согласия». Последний, к слову, плод коллективного труда нескольких телекомпаний края. Ассоциация стирает границы между отдаленными территориями. Ассоциация не существует в виде разрозненной телекомпании, а представляет собой большую единую сеть конгломерат, которая, в общем, дышит одним воздухом и думает в одном примерном ключе. И благодаря этому становится такой большой силой и позволяет решать глобальные задачи, которые стоят не только перед государством, сколько перед мыслящими людьми. Одна из таких задач – показывать жизнь своих территорий с их проблемами и успехами через судьбы конкретных людей. Нас в 90-е пытались видеть, что главное – это событие. Но событие только тогда интересно, когда в нем раскрывается человек. Когда от этого события есть какая-то конкретная польза конкретным людям. Только тогда это интересно другим. Чтобы быть интересными зрителям, телекомпании «Края» и работают вместе в рамках ассоциации ЕНСей ТВ. На конференции избрали новое руководство и определились с планами на год 2017-й. А их немало. Ведь телевидение долгие годы является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Мы были востребованы и мы будем востребованы. Ваши новости и ваши рассказы о том, что происходит на соседней улице или в городской администрации, или в сельском роддоме, или на ферме, или еще где-то – они на самом деле всегда нужны людям. После короткой рекламы мы расскажем, как прошло открытие выставки сразу 27 каннских художников, с какими результатами вернулись каннские акробаты с краевых соревнований, какая погода ждет нас в декабре, а также в новогоднюю ночь. Это и другая актуальная информация через пару минут подробнее. Оставайтесь на пятом канале. Редактор субтитров А.Семкин Семена зимой – это реальность. В магазине «Зеленый» полный ассортимент семян по доступным ценам. Приходите и получите скидку за покупку на 500 рублей. Магазин «Зеленый» Николая Буды, 56-1. Терри компания «Канск 5 канал» представляет. Антикризисный проект «Цена вопроса» в новом выпуске программы. Рассказ о магазине спортивного питания «Атлет», где представлен широкий спектр препаратов, которые помогут усовершенствовать фигуру и улучшить некоторые функции организма. В компании «Мебельер» мы выяснили, где можно заказать любую корпусную мебель по уже готовым, либо собственным скидам. «Цена вопроса» Программа об антикризисных предложениях. При первых каплях дождя или хлопьях с неба даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул. Чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды. Будьте внимательны. Снижайте скорость. Вы смотрите новости. Мы продолжаем выпуск. В минувшую пятницу начала работу художественная выставка «Осень-2016». Экспозиция собрала работы как опытных, так и начинающих каннских мастеров кисти. Чем отличается нынешняя выставка от предыдущих, расскажет Евгений Гамзюков. Традиционной осенней выставке каннских художников в этом году исполняется 20 лет. Свои работы на всеобщее обозрение выставляют как опытные мастера, так и любители. В этом году на выставке приняли участие 27 художников, выполнившие свои произведения в различных техниках и жанрах живописи. На выставке представлены такие виды, как живопись и графика. То есть маслом на холсте выполнены работы и там различные другие техники, в том числе гуаши, рисунок карандашом и многие другие. Ну и выставка, конечно, в прошлые годы она была посещаема. Интересуются жители нашего города, потому что, конечно, интересно живьем увидеть картины наших местных художников, творчества. Название выставки «Осень-2016» вовсе не обязывает авторов придерживаться осенней тематики. Тут можно увидеть пейзажи всех времен года, натюрморты, портреты и даже абстракцию. Я вообще родом тренинг из Красноярского края, по воле, так сказать, судьбы. Сюда я сам с Орловщины, остался здесь жить после службы вооруженных сил. Здесь дети, здесь внуки. И вот, увидев из окон дома своего свата вот эти пейзажи, решил попробовать. Пошел. Ну вот. Отдельное место на выставке заняли работы Бруно Гиле. В этом году исполнилось пять лет со дня смерти мастера. Организаторы выставки решили, что его работы имеют полное право находиться рядом с произведениями ныне живущих авторов. Среди пришедших в выставочный зал люди разных возрастов, но всех их объединяет любовь к изобразительному искусству. Живопись я очень люблю. Я также заканчивала художественную школу, поэтому стараюсь как можно чаще посещать подобные выставки. Либо в художественной школе, либо непосредственно в выставочном зале. Впечатления яркие, так как здесь представлено немало прекрасных работ, в том числе и преподавателей моих знакомых по художественной школе. Выставка продолжит свою работу до 6 декабря. Посетить ее можно в любой день недели, кроме понедельника, с 11 до 18 часов. Евгений Гамзюков, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», 5 канал. Новости спорта. В течение трех дней каннские акробаты защищали честь нашего города в Красноярске, где проходило открытое командное первенство Красноярского края по спортивной акробатике. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из семи районов края. Красноярска, Каннска, Зеленогорска, Минусинска, Новосибирска, Норильска и Дудинки. В копилке нашей команды 10 медалей. Из них 5 высшего достоинства. Среди мужских пар, работающих по программе мастеров спорта, победителями стали Данил Махахей и Тимур Шамрий. Среди смешанных пар, работающих по программе кандидатов в мастера спорта, на первом месте Александра Мисайлова и Егор Заговор. Среди мужских групп, работающих по программе кандидатов в мастера спорта, победила четверка. В составе Данила Бермишева, Рамиля Алиева, Ивана Новикова и Егора Кирпиченко. Среди женских групп, работающих по программе первого взрослого разряда, на первом месте тройка Валерии Поляковой, Дарьи Тулуновой и Дарины Волокжиной. По итогам соревнований Канск занял второе общекомандное место. Тренируются спортсмены под руководством тренеров-преподавателей отделения спортивной акробатики детско-юношеской спортивной школы. Татьяны Шушаковой, Натальей Яблоковой, Татьяны Михайловой, Лидии Земляных, Надежды Филипповой и Евгения Трифонова. В новогоднюю ночь будет тепло. Об этом сегодня нам рассказали каннские синоптики. Более того, согласно предварительному прогнозу, весь декабрь ожидается теплая снежная погода. Средняя температура превысит норму на 1 градус. Преобладающие температуры днем составят минус 12, минус 17 градусов, ночью минус 17, минус 22. Четвертая и пятая пятидневка у нас идет значительное повышение температуры. Ночные у нас будут сохраняться минус 5, минус 10, а днем минус 2, минус 7. Вот такая вот теплая погода ожидается. И она может, конечно, продержаться у нас до Нового года. Поэтому будем надеяться, что новогодняя ночь у нас будет достаточно теплая. При этом синоптики отмечают, что на наступившей неделе погода будет неблагоприятной. В начале и в середине семидневки ожидается усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду. Ветер будет сопровождаться сильным снегом и метелью. Однако температура воздуха днем составит всего минус 2, минус 7 градусов. К середине недели и вовсе может потеплеть до 0 градусов. Ночами ожидается до минус 16. Ветер утихнет лишь к выходным. При этом похолодает. Столбик термометра опустится до отметки минус 17 днем и минус 23 ночью. И на этом все. Завершит выпуск рубрика «Полезно знать» и подробный прогноз погоды на вторник. А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае и стране можно на нашем сайте. Не забывайте заходить и на наши страницы в социальных сетях. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Женское и детское. Термобелье есть на 20 градусов, на 30 градусов для всей семьи. Есть для малышей. Заботу о будущих мамах можно проявить, выбрав в подарок специальную многофункциональную ортопедическую подушку для беременных. Отличным подарком для новоиспеченных родителей может стать люлька-переноска, комплекты для выписки, костюмчики, обереги. Не за горами Новый год. И здесь уже сейчас можно выбрать подарки на любой вкус. Огромное разнообразие постельного белья из бязи, поплина, сатина, шелка и новинка – постельное белье из микрофибры. А также мягкие пледы, покрывало, одеяло и подушки разных размеров и наполнителей. У нас, конечно, большой выбор одеял. Одеяло с разными наполнителями. Есть овечья шерсть, есть козий пух, есть верблюзья шерсть. Также есть подушки с разными наполнителями. Есть и искусственные наполнители, есть и натуральные пухопировые. Также есть подушки, полезные для беременных. Это ортопедическая подушка, она тоже с разным наполнением будет. Есть и лебяжий пух, есть силикононизированные шарики. В широком ассортименте в магазине представлены скатерти, салфетки, подарочные наборы махровых и вафельных полотенец. Полотенец для крещения, уголков для купания, кухонных принадлежностей, символикой наступающего года. Если вы любите дарить близким косметику, то в магазине «Российский трикотаж и текстиль» есть специализированный отдел, где представлена только самая полезная и натуральная российская продукция. Производство московского завода – первое решение. Эко-косметика. То есть она состоит только из натуральных компонентов, не содержит вредных красителей химических. Представлена она как женская серия, так мужская, так и детская серия. То есть можно всегда купить и какие-то подарочные вот такие наборы, можно приобрести. Если же при всем богатстве выбора косметики, трикотажа и текстиля вы все же опасаетесь не угодить подаркам, остановите свой выбор на подарочном сертификате, с которым ваши близкие смогут выбрать себе подарок по душе. Анастасия Мосина, Ольга Величко, Александр Минеев. Специально для рубрики «Полезно знать». Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на пятом канале. И с вами я, Оксана Михайлова. На последний вторник осени не приходится никаких официальных праздников. А вот неофициально 29 ноября считается днем рождения буквы «Ё». История началась в 1783 году, когда на заседании Академии российской словесности предложили ввести в русский алфавит новую букву. Известной же буквой «Ё» стала благодаря Николаю Карамзину, который при подготовке в печать одного из своих стихотворений использовал для обозначения звука именно эту букву. Любопытно, что существует даже памятник буквы «Ё», установленный в Ульяновске 11 лет назад. 29 ноября пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный 6-7 метров в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, температура ночи минус 2-6, днем минус 1-5 градусов. Я желаю вам хорошей погоды и радостных событий. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова